Девушки отдыхают Шоу подготовилась к программе Кстати, программу-то пора начинать Так, пора, 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 пора Здравствуйте, уважаемые коллеги Надеюсь, у вас такое же хорошее настроение, как и у меня А с чего бы ему быть плохим? Ведь мы с вами узнаем много интересного Буквально через секундочку Я только открою свою почту Так, и прочитаю письмо Олега Лудянкина из Костромы Здравствуйте, Анна Семёновна Добрый день, дорогой Олег Расскажите, пожалуйста, из чего строят свои гнезда осы И как они их делают Да с превеликим удовольствием Из чего строят гнезда осы? Вот из этого Конечно, у каждого вида ос существуют свои предпочтения Например, бумажные осы любят строить исключительно из бумаги Поэтому их и назвали бумажные На Венской выставке 1873 года Один из участников, производитель этого материала Повесил над своей продукцией осиное гнездо Таким способом он показал Что если бы люди учились у ос, они давно бы начали делать бумагу Кстати, будь моя воля, я бы вручила осам премию в виде большой банки варенья И увековечила их заслуги в памятнике О, я вижу, я вижу уже этот памятник Как наяву Но довольно мечтать О памятнике осам мы поговорим потом А сейчас нас живо интересует Из чего эти насекомые делают бумагу Да из того же, что и бумажные комбинаты Из целлюлозы Своими челюстями осы отщепляют волокна древесины И пережевывают их, смачивая клейкой, слюной и водой Приблизительно вот так Так И вот так Простите меня великодушно, но я все-таки не оса Поэтому процесс покажу на пальцах Так В итоге Получается клейкая бумажная масса Которую осы распределяют тонким-тонким слоем по гнезду Вот так И потом ждут, когда она высохнет И у них получается Вот такая замечательная бумага Дорогие коллеги Если вам повезет И осенью вы найдете старое осиное гнездо То обязательно его рассмотрите Материал, из которого сделано гнездо Здорово напоминает грубую оберточную бумагу На нем даже можно писать Ну да, качество осиной бумаги не очень А что вы хотите? Ведь насекомые производят ее из гнилой древесины и древесной коры Впрочем, прогресс не обошел стороной и ос В наши дни насекомые перерабатывают для своих нужд Выброшенные людьми журналы, рекламные проспекты И вы не поверите, гипсокартон Но использованием бумаги для создания гнезда Не исчерпываются творческие возможности ос Есть вид, который для строительства пользуется глиной Такая оса челюстями скатывает из глины шарик Посмотрите, вот так Вот так лепит шарик Подхватывает его И он носит на строительную площадку Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж Вот так Здесь она прилепляет, глиняный шарик, к стене здания, к ветке дерева Или, на крайний случай, к траве Точными движениями челюсти и нижней губы Расплющивает его и приступает к созиданию Через некоторое время этот комочек глины превращается в довольно изящную вазу Которая служит гнездом для гончарной осы Жаль только, что в наших широтах она не водится Для того, чтобы полюбоваться искусством этого насекомого Придется ехать за 3-9 земель В Бразилию Зато в наших краях живет не менее удивительный вид Земляные осы Эти насекомые под землей прокладывают целую систему тоннелей Которые служат им гнездом Кстати, если бумажные осы достойны награды за изобретение бумаги То из земляных ос есть за что поощрить Не верите, коллеги? А вот и зря Но об этом по порядку Людей с давних пор интересовало Как маленькая земляная оса умудряется за короткий срок Вырыть в твердой земле довольно много нор Да, челюсти у нее, конечно, сильные Но не до такой же степени, чтобы пробить слежавшуюся почву И знаете, дорогие коллеги, что выяснилось? Осе помогают крылья Дело в том, что между мышцами груди у осы расположены специальные воздушные мешки Во время работы оса непрерывно машет крылышками Мышцы сокращаются и сжимают мешочки Из которых быстрыми толчками воздух по специальным каналам поступает к челюсти массы Челюсти начинают вибрировать с такой частотой, что даже легкого прикосновения к земле хватает для того, чтобы образовалась ямка Ну, чем это не отбойный молоток? Уважаемые коллеги, о боссах я могу говорить еще очень долго Это совершенно удивительные насекомые Но, как говорится, пора и честь знать Минут пять на меня укоризненно смотрит письмо Ольги из Архангельска И просто зовет «Профессор Бабочкина, прочитай меня! Уже читаю!» Итак, Оля пишет Анна Семеновна, я недавно прочитала стихи про ямшан Мне понравилось, но подскажите, что это за растение? Конечно, подскажу Но сначала напомню нашим коллегам несколько строк из прекрасного стихотворения Аполлона Майкова Ну, чтобы ввести в курс дела Степной травы пучок сухой Он и сухой благоухает И разом степи надо мной Все обаяние воскрешает Итак, что мы можем почерпнуть из свидетельства поэта? Ну, во-первых, ямшан – это трава Во-вторых, обладает сильным запахом Ну, если он и сухой благоухает В-третьих, произрастает в степной полосе Ну что ж, вполне достаточно данных для того, чтобы начать дело Ароматной травы И, конечно же, мы сразу включаем программу идентификации Разнообразные степные травы Может быть, это ковыль? Правда, я бы не назвала его запах очень сильным Так, значит, это не то И это не то И это не то Слишком красивые В свидетельских показаниях ничего не говорилось о цветах А вот и наш фигурант Прошу любить и жаловать Ямшан Он же вдовья трава Он же нехворощ Он же полынь горькая Или, говоря научным языком, артемизия апсинтиум Откуда же взялось латинское название растения? О, на этот счет существует несколько версий Например, многие считают, что растение назвали в честь артемизии Жены древнегреческого царя Мавзола Которая некогда излечилась полынью Мне, например, больше нравится другое предположение Название полыни имеет греческие корни И переводится как «здоровый» Что говорит о ее целебных свойствах Ну, наши с вами предки ценили эту траву не только за лечебные качества Она была для них символом воли На старославянском языке прилагательная «поль» означала «открытый», «свободный» Но довольно рассуждать, почему полынь назвали полынью Хоть на латыни, хоть на русском языке Пора заглянуть в ее личное дело Итак, смотрим Имя – полынь Фамилия – горькая Семейство – островые Рост – 50-125 сантиметров Цветки – мелкие, желтого цвета Собраны в шаровидную корзинку до 2,5-3,5 миллиметров в диаметре Характер – стойкий, не боится ни засухи, ни морозов Особые приметы – горький вкус и запах Постоянное место жительства Везде, кроме Арктики и Антарктики Ох, дорогая Оля, чувствую, что ты разочарована Наверняка при слове «ямшан» ты воображала эдакую чудо-траву дивной красоты С огромными яркими цветами, да? А на деле оказалось, что это всего-навсего полынь Такая привычная и будничная Летом ее вокруг полным-полно Растет, как обыкновенный сорняк Будничная-то она, будничная Но позволь-ка выступить в защиту полыни Например, ее очень уважали древние греки Все знают, что в Элладе победители спортивных соревнований Награждали лавровыми венками и пальмовыми ветвями Но мало кому известно, что кроме венков и ветвей Им подносили чашу полынной настойки Ибо нет лучше награды, чем здоровье А уж о том, что полынь дарит людям здоровье Знал еще древнегреческий ученый Плиний Он писал, что путник, имеющий при себе пучок полыни Не будет знать усталости в дальней дороге Великий арабский врач Авиценна Советовал применять отвар полыни при морской болезни А знаете, чем лечились наши богатыри? Правильно, полынью После схватки с врагом Ну там, соловьем-разбойником Или тугариным змеем Илья Муромец Добрыня Никитич Или Алеша Попович Омывали раны ключевой водой Садились под ракитовый куст И накладывали на больные места Повязки, пропитанные полынным соком Впрочем, нашим современным богатырям Слышите, мальчики Я рекомендую пользоваться современными же средствами Зеленкой, йодом или перекисью водорода Ну не то, чтобы я не верила в ранозаживляющие свойства полыни Но сомневаюсь, что в наши дни вы сможете найти чистую ключевую воду Для того, чтобы промыть ссадины И хорошенько прополоскать от пыли полынь Настои и отвары полыни используют для лечения множества недугов Это удивительное растение помогает при болезнях желудка, кишечника, легких, сердца Словом, полынь способна излечить практически любой орган нашего с вами организма Мало того, полынь обладает сильным обеззараживающим действием Поэтому ее применяют для лечения даже холеры Вот такая она наша привычная и будничная полынь Дивный емшан стихов Аполлона Майкова На этом дело ароматной травы я объявляю закрытым Но перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, дорогие коллеги Не забывайте меня Присылайте свои вопросы по адресу Улица Марксистская, дом 34, корпус 7 Телеканал Радость моя, Анне Семеновне Бабочкиной Или оставляйте их на сайте телеканала С нетерпением жду новой встречи До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин